В принципе, можно даже сюда вывести маленький дисплейчик. Он будет как раз сигнализировать о работе входов и выходов. Да, будет более-менее достаточно. Можно использовать дисплей от Nokia. Правда, не знаю, насколько он, возможно, сюда подойдет. Да, на верхнюю часть крышки можно попробовать поставить вот такой вот дисплейчик монохромный. Специально вырезав под него отверстие, он здесь как раз выйдет хорошо. Места сзади вверху хватает, просто вырезать и сюда выводить состояние. Входов и входов. Также можно попробовать вот такой вот от Nokia. Он уже более такой разреза положен под графику. Но это, скорее всего, он сюда не подойдет. По высоте немножко-немножко не подходит. Ну, в принципе, в принципе, я смотрю, здесь контакты немножко боковые мешают. Но, я думаю, сделав здесь прорез, то можно этот индикатор вывести. Здесь достаточно можно много вещей повыводить на этот мониторчик. Также можно сюда подключать датчик угарного газа. Датчик довольно-таки полезный. Модуль Bluetooth можно сюда. Также подключить можно Ethernet-модуль подключить. Радио-НРФ можно также подключить, можно подключить часы реального времени. Инфо-красный. Семиседминентный. Датчик температуры. Либо даже более мощный с такой вот антенкой. Датчик. Ну, вернее, радиопередатчик. В принципе, к этому контроллеру можно подключать много чего. Но нужно помнить о том, что у нас есть ограничения. Ограничения по входам самим каналам Arduino. Потому что их немного, а модулей очень много. Поэтому для таких вещей, скорее всего, можно будет использовать другую плату. Не Arduino, а нам. Плата с большим количеством каналов это мега. Но вы спросите, как же можно тогда установить все остальные элементы? Тоже ответ такой простой. Для этой платы делается просто отдельный корпус. То есть, это будет управляющий блок. А от него уже будут отходить сигналы к другим модулям, которые будут расположены в своих корпусах. И более удовлетворительно будет выглядеть. То есть, в одном идет плата управления, а в другом будет уже в корпусе находиться плата с другими элементами, которые вам необходимы. То есть, такая модульная система расширения. Потому что, в принципе, если найти корпус достаточно больших размеров, то можно туда и поместить одновременно и мега, и все остальные блоки расширения модулей, которые вам необходимы будут. Ну, а так, самый простой вариант, это... Вот такой, как я собрал, это дискретные входа и релейные выхода. Ну, и сам контроллер управления от блока питания. Вот, в принципе, все, что я хотел сказать, что вот такой вот простой промышленный контроллер можно реализовать с помощью такой тоже простой схемы на микроконтроллере Arduino. А там от меня контроллер стоит. И вот, подключая к нему различные модули, мы можем реализовать те затащи. И приблизив максимально по внешнему виду к промышленному, промышленному варианту. Ну, в принципе, потом, когда я вот все подключу, разведу, протестирую, я покажу, как оно работает. Ну, и, в принципе, работает ли оно действительно так, как оно надо. Ну, так вот все.